Лекарство от почечной недостаточности разрабатывает молодой ученый Казанского федерального университета Марина Гомзикова. Исследования получили грантовую поддержку Российского научного фонда. О разработке средства, способного заменить трансплантацию органа, расскажет наш корреспондент. По статистике, за последние 20 лет заболеваемость почечной недостаточностью в России увеличилась в 4 раза. И если на ранних стадиях болезнь, приводящая к нарушению всех функций почек, поддается медикаментозному лечению, то на поздних стадиях оно бессильно. В таком случае состояние пациента будет зависеть от диализа, удаляющей из организма продукты обмена веществ и жидкости, которые почки не в состоянии удалить. Но диализные кабинеты не справляются с большим потоком пациентов. Альтернативным вариантом может оказаться пересадка органа. Для трансплантации органов существует недостаток, острый недостаток донорских органов. И кроме того, при трансплантации органов есть риск отторжения. И актуальность проекта, и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат, это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление ткани почек пациента. Разрабатываемое учеными КФУ лекарство представляет собой физический раствор, который будет вкалываться пациенту внутривенно. В нем будут находиться так называемые микровизикулы, проще говоря, микроскопические пузырьки, выделяемые клетками как животных, так и человека. Стоит отметить, что Марина Гомзикова вместе с коллегами начала изучать их практически 10 лет назад. За это время удалось установить, что микровизикулы стимулируют выживаемость клеток, прорастание кровеносных капилляров и подавляют нежелательные иммунные реакции. Мы исследовали их восстанавливающую активность, то есть регенеративную активность на различных моделях повреждений органов. Это повреждения нервной ткани, это повреждения легочной ткани. И вот в настоящем проекте мы исследуем их биологическую активность и способность стимулировать регенерацию на модели повреждения почек. Сами по себе микровизикулы – это лишь переносчики биоактивных молекул. В норме они выделяются почти всеми клетками организма, но больше всего целебных свойств содержат микровизикулы стволовых клеток. Их выращивание происходит в специальном инкубаторе. Вот в таких фласках мы выращиваем клетки человека и животных. Они находятся сейчас в питательной среде. Клетки прикреплены к дну чашки. И после того, как мы поменяли или добавили новую питательную среду, новую порцию питательной среды, мы ставим их в инкубатор. Здесь, в инкубаторе, они растут. Инкубатор поддерживает условия среды – это температура 37 градусов и процент всего 2,5%, которые эти условия имитируют внутреннюю среду организма, комфортную для роста и деления клеток. Следующим этапом исследований станет введение раствора из микровизикул лабораторным мышам. Главным критерием успешности станет сначала безопасность, а затем эффективность средства. Лишь при строгом соблюдении этих факторов участвовать в клинических испытаниях смогут в дальнейшем и люди. На первом этапе происходит оценка безопасности препарата и только безопасности, а далее уже оценивается его эффективность для лечения заболеваний. По словам Марины Гомзиковой, при эффективности микровизикул лекарство может быть разработано уже через 6-8 лет. Препарат сможет помочь не только в лечении почечной недостаточности, но и при токсических повреждениях внутренних органов. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюс.